Всем привет! Сегодня я хочу затронуть тему правильного ухода и расскажу, какие процедуры категорически не подходят для кожи любого типа. А также я поделюсь с вами альтернативными средствами, которые являются безопасными и очень эффективными. Однажды я уже снимала видео о популярном пилинге. Такой пилинг именуют голливудским или пилинг с катком. Кожа после такого пилинга идеальная, матовая, с чистыми порами, но длится такой эффект очень недолго, а увядание кожи наступает быстрее. Этот пилинг очень популярен среди молодых женщин, особенно с жирной кожей. Хотя с нормальной кожей девушки также часто экспериментируют, начитавшись положительных отзывов. А положительные отзывы не всегда объективны. Оксана, у тебя-то комментарии тоже почти все положительные. Ну да. То есть они не объективны, да? Они просто тебя любят. Да. Себестоимость такой процедуры меньше 10 рублей. И для этого пилинга используются всего два компонента. Холорид кальция и детское мыло. Я очень старалась разглядеть плюсы в этой процедуре. И даже старалась усовершенствовать ее более мягким средством, таким как пена для бритья. Но ожидаемого эффекта скатывания я не получила, так как именно высокий процент щелочи вступает в реакцию с хлоридом кальция. При нанесении мыла поверх хлорида кальция происходит химическая реакция с образованием нерастворимых солей. В реакции участвует верхний слой эпидермиса, который скатывается вместе с солями, образуя на поверхности хлопья. Такой подход негативным образом отражается на коже и нарушает гидролипидную мантию. Гидролипидная мантия или водножировая мантия состоит из пота, кожного сала и воды. Представляет собой химический барьер для инородных веществ и препятствует чрезмерному испарению влаги. Главная особенность гидролипидной мантии здоровой кожи человека это ее кислая среда. PH от 4,7 до 5,7. А PH мыла, которое мы используем для голливудского пилинга или просто умываемся мылом 12. После такого ухода коже просто необходима скорая помощь для того, чтобы восстановить PH здоровой кожи. Ты хоть понимаешь о чем я говорю? Да, именно так. Ничего не понимаю, для меня это вообще темный лес. Мои подписчики поймут, они у меня умницы. Да, это я даже не сомневаюсь, у меня бы уже голова лопнула. К тому же эта процедура, несмотря на ее дешевизну, требует не так уж и мало времени. Куда проще воспользоваться готовым средством многим уже знакомым, это пилинг-скатка. Пилинг-скатка при нанесении на кожу деликатно растворяет роговые отмершие клетки эпидермиса косметическими кислотами и абсорбирует их целлюлозными частицами. Частицы микроцеллюлозы захватывают отмершие клетки и загрязнения, скатывая их во множество шариков. После такого пилинга кожа выглядит гладкой, ухоженной и свежей. И подходит этот пилинг для всех типов кожи, включая чувствительную. Еще одна домашняя небезопасная процедура, которую часто применяют подростки для очищения с помощью соды, мыла или пены для бритья. Сама по себе пена для бритья вполне безобидна для жирной кожи, так как в ее состав входят ухаживающие смягчающие компоненты. Но в комплексе с содой, у которой PH9, нарушается кислотный барьер и кожа становится чувствительной и обезвоженной. Потеря защитной кислотной мантии и влага барьера создает все условия для роста чужеродных бактерий. Из вышесказанного следует, что очищение и уход для кожи любого типа, будь то жирный или сухой, должен быть адекватным. И если вы все же рискнули применить подобный уход, то необходимо нормализовать PH кожи и помочь восстановиться гидролипидной мантии, а для этого необходима кислая среда. Благодаря наличию кислой среды, вредоносные бактерии перестают размножаться и погибают. И для этого необходимо в одной столовой ложке воды растворить 2-3 капли лимонного сока или яблочного уксуса. Протереть этим составом кожу после подобных агрессивных процедур. Итак, я рассказала вам о домашних небезопасных процедурах. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим рекомендациям. А я хочу поделиться безопасной альтернативой подобным мероприятиям. Это энзимная пудра для очищения кожи. Энзимная пудра обладает схожим с нашей кожей PH 5,5 и подходит для ежедневного применения. Это еще одно азиатское изобретение, как и пилинг-скатка. Очищающая энзимная пудра это мелкий порошок с мельчайшими гранулами. При смешивании с водой пудра превращается в нежное молочко или пенку. Такой уход подходит для кожи любого типа, даже для самой тонкой и чувствительной. Главный активный компонент пудры это энзимы. Натуральные ферменты, которые получают из растений и лактозы. Эти вещества эффективно, но бережно удаляют грязь, пыль, остатки макияжа, растворяют сальные пробки, устраняют мелкие воспаления, черные точки и улучшают цвет лица. Использовать энзимную пудру очень просто. Достаточно небольшое количество порошка смешать в ладони вместе с водой, чтобы получилась нежная пенка и нанести на кожу мягкими массирующими движениями, уделяя особое внимание проблемным местам. Эти безопасные средства, такие как пилинг-скатка и энзимная пудра, я советую всем. Уверена, что они вам понравятся. Если этих средств у вас пока нет, предлагаю испробовать мягкий пилинг домашнего приготовления. Пилинг мы будем готовить из уптана. Это средство многим из вас знакомо, если нет, расскажу. Уптан это порошок мелкого помола из трав, муки и специй, иногда с добавлением глины. Вы можете приобрести готовый уптан, а можете приготовить его сами. Как приготовить уптан в домашних условиях, я показывала в одном из видео. Ссылку на него я обязательно оставлю в закрепленном комментарии. Если вы готовите уптан в домашних условиях, постарайтесь, чтобы он был хорошо измельчен, чтобы крупными частицами не повредить верхний слой эпидермиса. Для этого можно дополнительно просеять уптан через капрон. Итак, 1 чайную ложку уптана разводим небольшим количеством в меру горячей воды. Добавляем пол чайной ложки масла облепихи и 1 чайную ложку геля алоэ вера. Наносим наш растительный пилинг в виде маски на очищенную кожу лица. Уптан в составе нашего пилинга обладает абсорбирующими свойствами. Гель алоэ вера увлажняет кожу. Масло облепихи насыщает кожу витаминами А, Е, С, каротинами, каротиноидами, омега-3 и фосфолипидами, которые и так необходимы для омоложения нашей кожи и восстановления гидролипидной мантии. Наш пилинг очень нежный, приятного зеленого цвета, он же растительный. Этот пилинг мы выдерживаем 10-15 минут, затем смываем теплой водой. Нанос еще нанесем, чтобы растворить черные точки, почистить поры. Такой пилинг подходит для кожи любого типа. Исключение. Индивидуальная непереносимость на компоненты. В нашем случае на травки. По истечении времени, через 10-15 минут, смываем наш пилинг мягкими круговыми массирующими движениями, периодически смачивая пальцы водой. Если кожа жирная и хочется ее тщательно отшлифовать, то допустимо один раз в две недели использовать бросаж. Бросаж это очищение щеткой. В качестве очищения можно применить зубную щетку с мягкой щетиной. Смачивая щетку водой, мягкими массирующими круговыми движениями, без нажима, очищаем наш пилинг с кожей. Улучшаем кровообращение в коже и мягко ее шлифуем. Таким образом очищаем все лицо. Можно я это за кадром сделаю? Можно. После того, как мы смыли маску теплой водой, нормализуем PH кожи. Протираем тоником, гидролатом или подкисленной водой. Наносим любимую сыворотку или легкий увлажняющий крем. Я надеюсь, это видео было вам полезно. И в своем уходе вы будете использовать только мягкие средства для продления молодости и сохранения местного иммунитета кожи. Обязательно попробуйте эти средства и в комментариях напишите ваши впечатления. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на наш канал.